Что такое 3CX? 3CX это виртуальная АТС. Вы прекрасно это знаете, но мы еще раз пройдемся, потому что есть люди, которые новые в этой сфере из продаж, и это важно. Итак, 3CX это виртуальная АТС открытого стандарта, которая предлагает полный пакет унифицированных коммуникаций. Ну, говоря простым языком, это телефония через интернет. Основным каналом передачи голоса в ней является VoIP, VoiceOver Internet Protocol. В отличие от аналоговой телефонной станции, для нее не нужно отдельное помещение, так как она размещается на серверах и в облаке. Пользователь подключается к такой АТС с помощью шлюзов специального оборудования программного обеспечения. Соединение происходит по локальной сети компании или через 3G-4G на смартфонах сотрудников. Таким образом, виртуальная АТС объединяет все офисные телефоны в одну интеллектуальную сеть, в которой реализуются различные голосовые сервисы. Поэтому внедрение виртуальной АТС проще и дешевле, а также позволяет объединить несколько географически распределенных офисов в единую систему телефоний. Обеспечить бесплатной связью работников, работающих как в офисе, так и удаленно. Благодаря связи через интернет пользователю доступна детальная статистика по звонкам. После каждого звонка в ее интерфейсе можно увидеть, когда он состоялся, сколько продлился, как долго клиент ждал на линии. Также доступна информация, с какого номера звонили и какой менеджер принял звонок. Как работает? Если не вдаваться в технические подробности, то схема достаточно проста. Вам звонит клиент, звонок поступает на платформу виртуальной АТС, обрабатывается и направляется на один из ваших номеров, согласно установленной вами схеме переадресации. Звонящий сначала попадает в голосовое меню, если оно настроено. Звучит аудиозапись, которая предлагает ему выбрать нужный отдел или ввести внутренний номер менеджера. Клиент делает выбор и звонок переадресовывается на первое доступное устройство в настройной цепочке. Что нас отличает от других провайдеров? Мы продаем вам только программный элемент PBX. Поэтому в качестве партнера вы можете создать оставшуюся часть пакета услуг, необходимых для работы системы 3CX в соответствии с требованиями клиента, вашим профилем работы и вашим бюджетом. Мы не привязываем к вас поставщикам, но мы предоставляем ряд поддерживаемых SIP trunk провайдеров и оборудования, которые могут быть развернуты с использованием готовых руководств Plug&Play для вашего удобства. Помимо этого мы предлагаем размещение в облаке или локально Windows, Linux, использование API для добавления интеграции сторонних приложений, приложение генератор шаблонов с CRM. Итак, сейчас, когда мы понимаем основное предложение 3CX, мы рассмотрим главные элементы, которые помогут реализовать это решение. Первое – это лицензия. О лицензии мы поговорим подробнее немного позже. Я покажу на портале, где находится вся информация, и там же мы пройдемся по лицензии. Второе – это размещенная или локальная среда для развертывания. Для размещения вы можете выбрать хостинг на собственной платформе или частный хостинг с помощью хостинг-провайдера. 3CX предлагает тоже хостинг. К сожалению, пока что в России, на Украине его нет, но ведутся переговоры, и я очень надеюсь, что в скором будущем появится, и я смогу вам предложить новую услугу. Очень интересную и выгодную. При развертывании в он-премис, то есть с использованием собственных ресурсов для размещения, вам понадобится выделенный сервер. Если у вас уже нет свободного места, вы можете развернуть его с помощью мини-пк или Raspberry Pi. Спецификации оборудования для всех вариантов развертывания одинаковые, и их можно найти на нашей домашней странице. Ссылочки я вам тоже скину в чате, вы сможете все увидеть. Сип-транки. Это еще один необходимый компонент, без которого 3CX не может работать. 3CX не предоставляет услуги сип-транкинга, но мы поддерживаем большое количество транков по всему миру. В России пока нет сип-транк-провайдера, поддерживаем 3CX, но ведутся переговоры с несколькими партнерами, представителями. Многие из наших партнеров зарабатывают комиссионно и получают прибыль от своих сип-транков, поэтому, потратив время на поиск лучшего партнера, вы получите выгоду в долгосрочной перспективе. Если вы хотите использовать неподдерживаемый сип-транк-провайдера, это тоже вариант, поскольку мы являемся программным обеспечением открытого стандарта. Вам просто нужно помнить, что 3CX не сможет устранить любые проблемы, возникающие за неподдерживаемый сип-транк-провайдером. Четвертый элемент вашей системы – это, конечно, устройство. Мы предлагаем программный телефон для каждой версии 3CX, но многие компании все еще хотят иметь телефон на столе. Мы предоставляем им такую возможность. Предоставляем поддерживающие телефоны с возможностями plug-and-play. Мы сотрудничаем с ведущими брендами, включая Snow, Yelling, Fandle, Grandstream, поэтому у нас есть большой выбор на любой бюджет. Информацию о поддерживаемых IP-телефонах вы также найдете на нашей домашней странице, там все описано. Мы определились с четырьмя элементами, которые необходимы. Какая же ценность 3CX? Как можно еще заработать дополнительно с нами? Мы предоставляем только программный элемент PBX, как я уже сказала ранее, а не закрытое коробочное решение, как многие из наших конкурентов. Поэтому вы можете заработать на других составляющих пакета предложений от 3CX. Первое – это аренда телефонов. Это действительно популярный вариант для клиентов, которые хотят меньше беспокоиться об оборудовании и не имеют больших капиталов вложений. Предложите клиентам возможность аренды телефонов. То есть предоставьте всю систему на ежемесячной основе. Следующая составляющая – это помощь техподдержкам. Предложение пакета технической поддержки для системы 3CX может обеспечить вам хороший поток доходов. Может быть даже и основной. Потому что вы можете предложить разные виды технической поддержки. Например, 24-7, что важно многим клиентам, крупным клиентам. Вы понимаете, что 24-7, то есть ночное время, выходные, праздники – это дополнительная оплата, которую вы можете взимать с клиента. Установление цены за техническую поддержку и дополнительные услуги мы оставляем на ваше усмотрение. Далее – установка удаления старой системы оборудования. Вы можете взимать единовременную плату за установку новой системы и демонтаж старой. Многие упускают из виду удаление старой системы, но в среднем требуется одна минута, чтобы демонтировать существующую трубку, и еще одна, чтобы настроить новую. То есть посчитайте, сколько можно заработать, если на развертывание около 100 трубок. Интеграция. 3CX предоставляет API – генераторы шаблонов CRM, которые партнеры могут использовать бесплатно. Интеграция традиционно была дорогостоящим, длительным процессом. Мы делаем это легко. Но многие партнеры делают более детальную и глубокую интеграцию разных систем с 3CX, например, Bittrex 1S. И затем эту услугу продают не только клиентам, но и другим партнерам. То есть это тоже является возможностью дополнительного заработка для вас. Следующее – голосовые приложения или дизайнер потока вызовов. Call Flow Design. Это замечательная услуга, если у компании есть сложные или уникальные потребности. Call Flow Design позволяет легко создавать и маршрутизировать потоки вызовов. И без каких-либо знаний в области программирования и написания сценариев. Вы можете, например, настроить платежи к кредитным картам. Или вы можете создать поток вызовов, которые маршрутизируют звонки в зависимости от времени суток и других элементов. Еще один пример – вы можете создать голосовое приложение, которое запрашивает вызывающего оппонента ввод номера клиента, например, в банке, который затем сверяется с базой данных. На основании этого номера звонок может быть направлен в определенную очередь. Для получения Call Flow Design требуется лицензия 3CX Pro и выше. Мы предоставляем инструмент бесплатно. Но вы можете взимать плату за дополнительную работу, за настройки, за установку. По Flow Design тоже вся информация у нас на домашней странице. Я сейчас попробую вам прислать в чате. Нет, я вам попозже пришлю, чтобы не занимать время, потому что у нас оно ограничено. Еще одна дополнительная возможность заработка – это проведение обучений для новых клиентов, для существующих клиентов, для администраторов. Мы предоставляем вспомогательные материалы, информацию бесплатно. Вы, в свою очередь, можете брать плату за проведение обучения. То есть не забудьте эту важную составляющую. Мы рассмотрели первый раздел презентации. Сейчас мы перейдем к лицензированию. Первое, что вам действительно нужно знать, чтобы понять РИЦИКС, это то, что наше лицензирование основано на количестве одновременных вызовов, которые ваша система должна обрабатывать. Функция обработки одновременных вызовов позволяет перенаправлять вызывающих абонентов на следующий доступный номер для переадресации, когда они достигают линии, которая в данный момент занята или не отвечает. Оплата за вызов, а не за пользователя позволяет уменьшить расходы на систему до 80%. Для нас это главная отличительная особенность на рынке, и это значительно снижает затраты для ваших клиентов. Чтобы узнать, сколько одновременных вызовов необходимо, вам нужно знать, сколько звонков понадобится клиенту во время максимального использования, чтобы вы могли предложить правильный размер лицензии на звонки 3ЦИКС. Как правило, вы можете использовать следующую формулу – количество внутренних добавочных номеров делить на три. Это нужно будет скорректировать в зависимости от бизнеса ваших клиентов. Так, например, если компания с полцентрами, то потребуется более высокое количество одновременных звонков. После согласования объема звонка необходимо учесть два дополнительных элемента. Это издание, которое определяет функции стандарт, про или энтерпрайз, и модель – годовая или постоянная. Мы сейчас рассмотрим наглядно виды лицензий. На домашней страничке вы видите все виды лицензий. Вы видите годовую и бессрочную, стандарт про энтерпрайз, количество одновременных вызовов. Здесь вы видите пользователи. Это количество пользователей, которые мы советуем. То есть, как я уже говорила, количество пользователей делим на три или на четыре, и у вас получается количество одновременных вызовов, которые могут быть необходимы. Мне недавно задали вопрос, какое максимальное количество пользователей может быть на одну лицензию. На максимальную лицензию 1024 одновременных вызова максимальное количество может быть 4096. Это наш совет. Естественно, может быть больше пользователей. Просто надо учитывать, что они не смогут дозвониться между собой. Поэтому все-таки советую придерживаться наших формулок. Мы фокусируемся на годовые лицензии, так как это дает возможность получать регулярный ежегодный поток денег. Для клиента это, во-первых, выгоднее по цене, так как в случае с постоянной лицензией, помимо платы за саму лицензию, они каждый год платят мейтенненс, обновления. Ежегодная лицензия обеспечивает своевременное обновление системы и дает больше опций в выборе размера и уровня лицензии. Мы сейчас сравним с бессрочной, и вы видите, насколько ограничено предложение по одновременным вызовам. Бессрочную лицензию мы сохранили, потому что у нас есть клиенты, которым она необходима. То есть специфические клиенты, такие как госучреждения, мы оставили для них соответствующий им уровень enterprise. Что еще важно, помните, что в любой момент вы можете поменять опции лицензии, то есть уже существующие лицензии, размер и уровень. Например, клиент приобрел у вас лицензию с 16 одновременными вызовами, стандарт уровня, и через какое-то время, развивая свою организацию, открывает колл-центр. Это значит, что у него вырастает количество одновременных вызовов, а также будет необходимость подключать функции к колл-центрам, и, скорее всего, будет необходимость в интеграции CRM и 3CX. В таком случае вы можете увеличить размер и уровень лицензии, оплатив лишь разницу в цене лицензии за оставшийся период. Мы можем посмотреть сравнение редакций, чтобы вы понимали, чем отличается стандарт PRO и Enterprise. Что важно? Клиенты, у которых колл-центр, естественно, мы предлагаем всегда PRO и Enterprise уровень. Клиенты, которым важна интеграция с CRM, то же самое, интеграция с офисом. И, что немаловажно, количество участников веб-конференции. В стандарте это 25, PRO 100, Enterprise 250. Более детальное описание вы можете увидеть, если вы нажмете на плюсик. Сейчас мы не будем проходить по каждому пункту, вы сможете это сделать индивидуально. Вся информация по каждому разделу тоже есть на домашней страничке. Итак, мы прошли по лицензированию. Сейчас я вам покажу пример коммерческого предложения, который вы можете предоставить клиенту. Это действительно такой пример, который я бы не брала за, так скажем, конечный вариант. Просто для того, чтобы вы ознакомились. Лицензия, СИП-транк, телефонный аппарат, хостинг и ваши услуги. Поддержка 24.7, стоимость установки, обучение пользователей. Да, это важные моменты. Сейчас очень важный момент – это партнерская программа. Да, мы по ней пройдемся более детально и зайдем на партнерский портал, чтобы вы понимали, как им пользоваться, как я уже сказала, в самом начале. Итак, какие виды партнерской программы у нас есть? Большинство из партнеров в начале будут партнерами уровня Академии или аффилированные. Когда партнер регистрируется на портале, то обычно присоединяется к нам на 90-дневную пробную версию нашей академической программы, во время которой мы просим их активировать NFR-ключ и пройти базовую сертификацию 3CX. Если партнер выполнит оба условия в течение 90 дней, мы предоставим дополнительные 90 дней с 15% скидкой на продукт и бесплатной поддержкой, чтобы начать фокусироваться на продаже. Для продвижения по партнерской программе партнеру необходимо сочетание дохода и статуса сертификации. В 3CX мы измеряем доход один раз в год, в декабре. Например, чтобы стать бронзовым партнером, необходимо выполнить план продаж на 2500 евро в календарный год. То есть сейчас, до конца декабря, необходимо достигнуть 2500 евро в продаже. Что отличает тоже бронзовый, silver, gold уровень партнерской программы? Базовая поддержка. Что такое базовая и премиум поддержка? Базовая поддержка, когда вы можете оформить тикет на партнерском портале. Премиум поддержка, когда вы можете позвонить нашим техническим сотрудникам, и они вам проведут консультацию. Публикация партнеров, каталоги партнеров. Это тоже важно. Начиная с бронзового уровня, мы размещаем информацию о вас на нашем портале. Поэтому очень важно, как вы выглядите на нем. Об этом мы поговорим немножко позже, когда я буду демонстрировать партнерский портал. И очень важно, какой уровень сертификации вы покажете. Так, я вижу, что есть вопрос, что значит интеграция с Office 365. Интеграции с Teams нет. Это очень важный, популярный вопрос по поводу Teams, особенно в Европе. В России, я так понимаю, это только-только начинается. Мы смотрим, мы получаем очень много запросов от партнеров, от клиентов, поэтому эта интеграция с Teams стоит в очереди на разработку. То есть у нас есть определенная очередь задач, которые мы выполняем. И интеграция с Teams одна из них. Я не могу вам обещать сроки, когда и как это будет реализовано. Я просто могу сказать, что об этом мы знаем, и это у нас стоит на очереди. Итак, давайте рассмотрим партнерскую программу, партнерский портал. Так выглядит партнерский портал. Это мой партнерский портал, созданный для каждого работника 30X, особенно те, кто работает в продажах, чтобы мы могли ориентироваться и понимать, как он работает. Первая страничка – хомпейдж. Вы видите здесь свой партнерский ID. Это важная информация, которая вам будет необходима в дальнейшем. Привязка к вашему ID, лицензии, как партнеров, дает вам возможность и заработка, и получения пунктов. Здесь вы видите свой уровень академии, например. Вы видите, сколько дней осталось до того, как ваш уровень академии упадет вниз, скажем так, до афилии. И здесь вы видите уровень сертификации. Также тут показаны объемы продаж, которые вы сделали на данный момент. У клиентов, у партнеров с уровня академии выше вы будете видеть информацию обо мне. Те, кто работает с дистрибьютором, увидят здесь информацию про дистрибьютора. Партнеры уровня афилиейт. Вы можете не беспокоиться. Моя информация, контактные данные у вас есть. Вы всегда можете со мной связаться. То, что у меня, мои картинки не появляются в вашем партнерском портале, это не значит, что я вам не помогу. Я всегда отвечу вам и помогу. Итак, это первая страничка. Здесь также мы публикуем актуальную информацию для наших партнеров, чтобы вы всегда были в курсе последних событий. Expiring keys. Здесь вы видите ключи, которые заканчиваются. Либо заканчивается в сроках действия, либо заканчивается maintenance. За два месяца до окончания ключа здесь вы увидите восклицательный знак красный, что у тебя заканчиваются ключи. Контролируйте, пожалуйста, этот процесс. Своевременно созванивайтесь с клиентами для продления ключей. Узнайте, нужен ли им такой же ключ, может быть, он нужен уровнем выше. Не забывайте про клиентов, которым необходимо продлить maintenance. Это важно. Некоторые клиенты считают, что я купил лицензию, и все. Нет, maintenance обязательно, потому что это обновление. Есть клиенты, которые не покупают maintenance, а потом удивляются, почему у меня что-то не работает. Такое возможно. Для этого у нас и существует предложение maintenance. Следующая опция buy. Это необходимо только партнерам, которые не работают через дистрибьютора. Если вы работаете через дистрибьютора, то вы связываетесь с дистрибьютором, и посредством их приобретается лицензия. Если вы не работаете с дистрибьютором, то здесь вы можете приобрести лицензию. Вы можете сделать апгрейд существующей лицензии, вы можете купить новую лицензию, вы можете сделать трейд-ин. Что означает трейд-ин? Из постоянной лицензии она переходит в годовую. Дальше вы можете выбрать вид лицензии, тип годовой или постоянный, уровень лицензии, стандарт Pro Enterprise, количество одновременных вызовов. Выбрав всю необходимую информацию, добавляете ее в свою карточку. И далее, проходя по указаниям, вы приобретаете лицензию, либо через перечисление, либо через PayPal, оплату делая, либо через карту. Orders. Здесь вы видите всю информацию про заказы, которые вы сделали. Вы можете делать отчеты. Здесь есть неоплаченные, оплаченные в кредит и так далее, которые в процессе. То есть здесь вы можете регулировать все свои заказы. Инсталляции, соответственно, которые были проведены с лицензионными ключами, ключами instances, это работает именно на instances, которые установлены через Linux. То есть здесь вы их увидите. Keys. Здесь вы увидите все свои ключи. Здесь вы увидите свои NFR-ключи, которые необходимо подключить обязательно. Потому что мы не просто просим, это одно из условий, активация NFR-ключей. Чтобы продавать продукт, вам его нужно использовать. Вы его будете не только использовать, но и показывать своим клиентам. То есть уже на вашей домашней страничке может быть лайфчат. Вы можете проводить веб-конференции, веб-митинги с клиентами. То есть вы демонстрируете 3CX, что вы им пользуетесь, как это работает. Второй ключ, secondary, professional версия. Этот ключ вы можете использовать для тестирования, например, интеграции с CRM клиентов. Далее, что здесь очень важно, create trial license. Вы можете создать пробную лицензию для клиентов, чтобы они ее протестировали, использовали, нравится, не нравится, как это работает с их внутренними системами и так далее. Но что еще важно, вы можете сделать пробную лицензию любого уровня. То есть если к вам приходит крупный клиент, который хочет попробовать enterprise уровня лицензию с большим количеством одновременных вызовов, вы можете это сделать. Как это происходит? Сначала вы делаете create trial license. Она у вас будет в стандартном варианте. Затем она попадает сюда, license keys. Вы выбираете эту лицензию, нажимаете сбоку more, и у вас появляется POC. Нажав на POC, вы эту лицензию переделываете, трансформируете в необходимый уровень enterprise и количество звонков одновременно вызовут. Комменты, пожалуйста, оставляйте комментарии, чтобы мы знали, почему вы делаете POC лицензию. Эта лицензия будет работать 60 дней. После того, как 60 дней прошли, она трансформируется обратно в стандартную версию с 8 одновременными вызовами. Если клиент, например, через 30 дней понял, что да, окей, все работает, я хочу ее купить, что делать? Вы возвращаетесь в buy. Самое главное – запомнить номер лицензии. Это очень важно, потому что с помощью номера лицензии вы сможете сделать upgrade. И здесь upgrade existing license. Вы вводите лицензионный ключ, далее по указаниям делаете необходимые действия, и ваша лицензия становится платной. То есть клиент может ее оплатить и использовать уже в полной мере год. Далее certifications. Здесь вы будете делать тесты, в принципе. Take test now, basic, intermediate, advanced, то, о чем я говорила, это очень важно. Выбрав take test now, вы можете выбрать соответствующий язык, удобный для вас для сдачи экзамена. Тест состоит из 30 вопросов. Вам нужно ответить правильно хотя бы на 25 из них, чтобы пройти. Таким образом, если вы отвечаете на 25 и выше, вы получаете сертификат. Если вдруг вы ошиблись, то, к сожалению, вы не прошли тест, и вторая попытка может быть только через 30 дней. Поэтому я всегда рекомендую не спешить. У нас нет временного ограничения на сдачу теста. Не спешите. У нас есть замечательные вебинары, которые проводят наш дистрибьютор Айпематика. У нас планируются сейчас технические вебинары, информацию о которых я вам тоже присылала. Проходите их, смотрите. Вы можете параллельно со сдачей теста смотреть вебинары и использовать нашу вспомогательную информацию, которая есть на домашней страничке. Например, сейчас покажу, где можно найти. В разделе «Поддержка» Академия 30X. Здесь вы видите все необходимые материалы, чтобы пройти сертификацию. «Бэйсик» нажимаете здесь, «Интермидиэт» и «Адванс». Далее по программе, по партнерскому порталу «Лидс» – «Лиды». Здесь вы будете получать «Лиды». И начиная с серебряного уровня, вам будут приходить «Лиды», которые вы можете обрабатывать. Чем выше уровень, тем качественнее «Лидов» вы получаете. Что очень важно, когда вы получили «Лид», необходимо зайти в него, заполнить информацию и очень важно нажать «Set контакты». Тем самым вы обозначаете, что вы связались с клиентом. Даже если вы с ним по телефону поговорили, он еще думает, можно нажать «Set interest», но обязательно необходимо что-то отметить. Если вы не отмечаете «Set контакты», тогда этот «Лид» возвращается к нам и через какое-то время автоматически попадает к другому клиенту. Были ситуации, когда партнер связался с клиентом, все рассказал, все замечательно, забыл нажать «Set контакты». Естественно, «Лид» перешел к другому партнеру, клиент недоволен, звонит мне и говорит, почему мне звонят уже третий партнер, неужели у вас нет никакой системы, где вы можете отметить, что со мной уже связались. Так вот, система есть, и система в вашем партнерском портале, поэтому, пожалуйста, не забывайте нажимать «Set контакты». «Get support» в этом разделе вы можете оформить тикет, как я уже говорила, это будет доступно с бронзового уровня, вы вводите лицензионный ключ, вводите тему, и здесь вы вводите тип. Технический суппорт или, например, «Sales». Если вы нажимаете «Sales» и пишете «Ticket», это попадает ко мне, но в любом случае вы можете напрямую тоже писать тикеты. «Company details». Почему-то очень многие наши партнеры пропускают эту важную информацию. «Company profile» и «Company banner». В «Company profile» очень важно написать информацию о себе, о компании. Желательно продублировать на английском языке компактно, конструктивно, выделяя главные моменты о вас. То есть рекламный слоган про вас, почему вас надо выбрать. И необходимо, опять же, опубликовать свой баннер. Почему это важно? Потому что мы публикуем информацию о своих партнерах на домашней страничке. Здесь клиент может выбрать себе партнера. Он заходит на домашнюю страничку и смотрит, какие у него партнеры. Например, я хочу выбрать себе золотого партнера. Во-первых, он видит уровень сертификации. Сколько сертификатов у каждого партнера. Он не знает ни одного, ни второго. Кому он пойдет, как вы думаете? Скорее всего, к тому, у которого больше сертификатов. Далее он заходит на самого партнера. И здесь идет описание. Описание про партнера, его логотип, его уровень и его сертификация. Поэтому очень важно заполнять информацию, очень важно проходить сертификации, потому что это ваш статус. Таким образом вы себя рекламируете, показываете. Если у вас какая-то информация меняется, номер телефона, электронная почта, вы всегда можете ее здесь изменить. Далее раздел «Юзерс». Это тоже очень важно. Если у вас есть продавцы, технический суппорт, бухгалтер, который занимается всей статистикой и репортами, необходимо их добавлять сюда, чтобы все могли иметь доступ к партнерскому порталу и с ним работать. Если вы хотите, например, сейлс ребятам дать возможность закупать наш продукт, тогда нажмите тоже «Пурчейс». Оуэнер – это, естественно, главный владелец этого партнерского портала. Поэтому обязательно добавляйте сюда людей, которые работают с 3CX – технических сейлс-закупщиков. Вебинары. Здесь вы видите актуальную информацию про наши технические вебинары. Опять же, я вам отправляла информацию про первые базовые и интермедиат уровень вебинаров на русском. Уровень «Адванс» будет в октябре. Информацию я вам пришлю, но вы ее также можете видеть здесь и зарегистрироваться тоже через партнерский портал. Последний раздел «Ресурсы» – маркетинговые ресурсы. Очень важно. Чтобы продавать клиентам продукты, мы вас обеспечили и презентациями, и логотипами, и баннерами. Абсолютно все у вас есть. Вы заходите в ресурсы «Маркетинг сейлс кит», выбираете русский. И вам все маркетинговые материалы скачиваются, и вы можете их использовать. Еще раз, как я уже сказала, презентации, логотипы, баннеры и так далее, и так далее. Используйте эту информацию. «Your personal lead binding link». Этот линк вы можете использовать на своем портале для лидогенерации. То есть клиент зашел на ваш портал, ознакомился с информацией о 3CX, хочет попробовать, разместите кнопочку «Click here», чтобы получить лицензию. И тогда он попадет сразу же к вам. Если ему понравился 3CX, он идет на нашу домашнюю страничку и нажимает, что он хочет попробовать, тогда он может попасть и к другому порталу. Если вы размещаете этот линк, вы обеспечиваете то, что ваши клиенты попадают именно к вам. Далее «Академия 3CX», то, что я показывала на нашей домашней страничке. Ссылочка на 3CX Academy Manuals – это вся документация. И очень важно – партнер-агримент. Многие партнеры, не многие партнеры, у меня был один такой партнер, который звонил мне и говорит, «Слушай, ну я тебе ничего не должен, я вообще ничего не обязан, я ничего не подписывал, ничего не знаю». Нет, знаешь, подписывал и есть у нас партнер-агримент. Поэтому всегда читайте, смотрите, права и обязанности, что вы можете, со всем вы можете ознакомиться здесь. Это очень важно. По партнерскому порталу мы прошлись. Я вижу, что мы время перетратили. Но это важная информация и очень часто возникают по ней вопросы. Поэтому я задержалась на ней побольше, поподробнее. Мы прошли все необходимые ресурсы. Я вам только что их показала. Используйте. Еще раз хочу отметить. Очень важно проходить сертификацию. Очень важно активизировать NFR-ключи. Если вы достигли уровня продаж, но у вас не активизированы NFR-ключи и у вас нет сертификации, ваш партнерский уровень не повысится. У меня есть такие партнеры, которые просто делают продажи. И они остаются афферированными. У них продажи gold уровня. Но из-за того, что он просто не сдал сертификацию, не активировал свой ключ, он остается афферированным. Получается скидку только 10%. Поэтому это необходимо сделать, в принципе, на старте. В самом начале, чтобы потом об этом голова не болела. Мы прошли сегодня самые важные шаги, первые шаги партнерства. Обсудили их. Наши вебинары будут продолжаться. Я буду вас ждать на них. Следующий вебинар у нас будет 16-го числа. В продаже 30x. Мы пройдемся, опять же, по лицензированию. Может быть, какая-то информация будет дублироваться. Но повторение мать учения. Так что я считаю, что это неплохо. 23-го числа коммерческое предложение 30x. Как создать коммерческое предложение? Сегодня я показала вам небольшой пример. Но там мы уже детально пройдем, что необходимо знать. Я с вами также поделюсь анкетированием для клиентов. Анкету, которую мы создали для партнеров, чтобы было легче создать потом предложение. И 30-го числа последний вебинар будет про контакт-центр, колл-центр. Мне кажется, это очень важная и интересная информация. Я постараюсь пригласить технический суппорт, чтобы они могли прокомментировать какие-то технические вещи. Где можно скачать эту презентацию? Вы имеете в виду... Я вам могу ее прислать. Эту презентацию я могу вам прислать. И вы можете ее использовать. Я увижу вашу электронную почту. В принципе, опять же, если у вас возникают вопросы, если у вас какие-то потребности, вы мне напишите. Я вам презентацию пришлю. Запись вебинара у нас будет сохранена на 7 дней. Я тоже могу вам переслать, чтобы вы могли поделиться со своими коллегами. Так что присылайте и вопросы свои, и пожелания. На сегодня это все. Еще раз извините, что немножко потратили больше времени. Я надеюсь, что информация вам была полезной. Я надеюсь, что стало более понятно, как использовать свой партнерский портал, как разбираться в лицензировании. Ключу камеру. Вы можете, как я уже сказала, мне писать или звонить. Мы можем проводить индивидуальные вебинары для вашей компании. Например, если у вас сейс-команда, новые люди появляются, звоните мне. Мы сделаем индивидуальное обучение по любым презентациям, которые вы увидите. Какие-то вопросы, может быть? Еще раз, если возникают вопросы, пишите. Спасибо вам большое. Это был первый вебинар мой в 3CX. Да, спасибо вам большое. Я была рада с вами пообщаться, встретиться. Да, спасибо. Вебинары мы будем делать регулярно. Я думаю, что раз в четверть, если будет необходимость, чаще, будем делать вебинары в дальнейшем и совместные техническо-коммерческие по новшествам, новостям. То есть вся информация будет у вас доступна. Спасибо большое. Спасибо, Алексей. Хорошо. Я тогда с вами прощаюсь. Если какие-то вопросы, пишите, звоните. Я буду рада вам ответить и с вами пообщаться. Спасибо. Да, спасибо. До свидания. Продолжение следует...